Мало кто из тренеров по актерскому мастерству порекомендовал бы актеру напиться перед съемками сцены. В то время как ряд культовых актеров, таких как давно умерший Питер О'Тулл, были хорошо известны тем, что напивались на съемочной площадке, подавляющее большинство актеров не употребляет алкоголь, даже когда играют пьяных. Поэтому это и называется актерским мастерством. Но какой бы ни была причина, вот вам примеры, когда актеры снимались в пьяном виде. Фильм «Собутыльники» был одним из моих любимых фильмов 2013 года, не только потому, что это был хороший фильм, но и потому, что множество сцен было импровизацией актеров. Поскольку фильм был о персонажах, которые работали на пивоварне, на съемочной площадке, соответственно, было много выпивки, хоть часть алкоголя была и ненастоящей. Однако наиболее примечательно то, что Анна Кендрик была пьяна во время сцены, в которой она играет в игру, потому что ее коллега по фильму «Джейк Джонсон», сыгравший ее жениха, постоянно ее выигрывал, чтобы она выпила как можно больше. Конечно, пьяная Кендрик так же очаровательна, как и трезвая, поэтому ей не пришлось беспокоиться о том, как она выглядела в этой сцене в готовом фильме. «Лоулес» был основан на книге «Самый пьяный округ в мире» о трех братьях, которые занимались продажей алкоголя в Вирджинии во время сухого закона. Во время съемок один из актеров, Шайя Лабаф, часто напивался самогона, чтобы войти в образ. Однако его агрессивное поведение в пьяном виде беспокоило других актеров, и партнерша по фильму, Мия Васиковска, призналась, что на самом деле пыталась уйти из фильма, потому что ей было неудобно работать с парнем, когда он был пьян. Но в целом пьянство Лабафа на съемочной площадке, вероятно, является наименьшей из его проблем в реальной жизни. По сравнению с Леонардо Ди Каприо, Маргой Робби была относительно начинающей актрисой до того, как сыграла его жену Наоми в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Из-за этого красавица Робби призналась, что чувствовала себя крайне некомфортно перед съемками своей первой сексуальной сцены с Ди Каприо, и выпила три рюмки текилы, чтобы успокоить нервы. Откровенно говоря, я думаю, что говорю за всех, когда говорю, что ей нечего было стесняться, когда дело доходило до съемок всех этих обнаженных сцен. Но алкоголь явно давал ей необходимый заряд, который требовался для съемок таких вещей. Учитывая характер самого фильма и то, что в нем показывается чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков, удивительно, что мы не слышали, чтобы на съемочной площадке было еще больше выпивки. Хотя «Бойцовский клуб» — это фильм, наполненный незабываемыми моментами, одна из самых запоминающихся частей фильма — это короткая сцена с участием звезд Эдда Нортона и Брэда Питта, которые в пьяном виде играют в гольф. Как оказалось, Питт и Нортон были пьяны в реальной жизни во время съемок сцены. На самом деле, режиссер Дэвид Винчер решил включить эту сцену в фильм после того, когда увидел, как Питт и Нортон бьют мячи для гольфа после того, как выпили несколько напитков во время простоя. Финчер скормил паре их реплики, покрутил камеры и в результате получилась эта замечательная маленькая сцена. Режиссер «Черного лебедя» Даррен Аронофски заявил, что Натали Портман и Мила Кунис должны были распить бутылку текилы, чтобы расслабить нервы перед их интенсивной, широко обсуждаемой сексуальной сценой в «Черном лебеде». Позже Кунис отрицала, что пила перед съемками, но в дополнение к собственным словам режиссера, кто-то на съемочной площадке рассказал The Hollywood Reporter, что пара определенно была пьяна во время съемок этой сцены. Так что этот факт менее официален, чем другие, вполне вероятно, что Кунис просто отказалась признать, что была пьяна. Конечно, более чем возможно, что в пересказе этих событий кто-то соврал и Кунис вместе с Портман были трезвыми. И все же, гораздо веселее представить, что пара была почти в хлам. Несмотря на то, что фильм «Дикие штучки» был выпущен в 1998 году, он по-прежнему известен своим сексуальным содержанием. А сцена, в которой Нив Кэмпбелл, Деннис Ричардс и Мэтт Дилан занимаются сексом втроем, без сомнения величайшая сцена в истории кино. В то время как Мила Кунис могла бы отрицать, что пила текилу перед съемками в «Черном лебеде», Нив Кэмпбелл не стесняясь признает, что все актеры принимали текилу перед съемками сцены секса втроем в «Диких штучках». Несмотря на вульгарное содержание, плохой Санта стал фаворитом Рождества. В фильме Билли Боб Тортон играет Санту-алкоголика из универмага по имени Вилли, который грабит магазины, в которых работает. Уилли из Тортона несет ответственность за многочисленные истерические пьяные выходки. В том числе многие из них были включены только в DVD-версии Санты без рейтинга. Тортон рассказывал о том, что часто на самом деле был пьян во время съемок. И это объясняет, почему он настаивал на продолжении плохого Санты. Хаотичные 16 месяцев съемок «Апокалипсиса сегодня» сказались на всех участниках фильма. Режиссер Фрэнсис Форд Каппола подумывал о самоубийстве и похудел на 100 фунтов, а у звезды Мартина Шина случился сердечный приступ. Думаю, после такого стресса любой может начать пить. Знаменитая вступительная сцена с участием капитана Уилларда Шина в гостиничном номере не была написана изначально. Вместо этого Шин напился во время съемок и Каппола сказал съемочной группе снимать. Во время сцены почти голый Шин на самом деле ударил кулаком зеркало, порезался, когда оно разбилось, начал плакать и весь в собственной крови чуть не напал на Капполу за кадром. Почти все это и вошло в готовый фильм. По словам дочери Фреда Астера, ее легендарный отец-танцор подготовился к своей пьяной танцевальной сцене в фильме «Праздничная гостиница», выпив две стопки бурбона перед своим первым дублем. Хотя это звучит не так уж и много, Астер также выпивал дополнительную стопку бурбона перед каждым последующим дублем. В итоге Астер снял семь дублей этой сцены, а в готовом фильме использовался последний дубль с Астером. Конечно, даже спустя более 70 лет все еще странно осознавать, что Астер по-прежнему лучше танцует после девяти стопок бурбона, чем 99% человечества, когда трезвы. А на этом у меня все. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok